Гюрджан Каскад. Цанка цаць Хамема Туцум. Мерок Тине. Так что будем готовы? Отсюда второй вопрос у вас возлучал. Кто компенсировал эти потери? Можно будет посмотреть на визит 5 апреля. Компенсировать потери разрыва отношений с Россией для трехмиллионных армей. Думаю, все равно не так сложно будет. И об этом объявлено публично. То есть экономическая диверсификация. То, что будет стоять на повестке в апреле. Готовы ли к этому? Готовы. Насколько ли это краткосрочная перспектива? В общем, мы это посмотрим. Третий вопрос. Готовы ли в Армении перечеркнуть историю с Галлигином НЖД? Ответ да. Готовы. Опять же, вопрос перспективы. Мы сейчас смотрим. Переписывается история. Школьные учебники переписываются. Снимается история Армян-Скапольской церкви. И так далее. То есть меняется весь национальный нарратик. Готовы ли будут признать НЖД не национального героя? Конечно, готовы. Министр образования армии считает, дорогие НЖД фашистов, что является неприятным. Что является турецко-азербайджинским нарратикой. Поэтому мы недалеки от этой всей точки. Мы помним заявление по Арцаху. Буквально вчера прозвучало, что нет никакого правительства республики Арцах и Реван. Мы помним заявление относительно Конституции, которое является основой суверенитета республики Армении. И готовности современного и нынешнего руководства отказаться от нее. Поэтому, да, почему бы это важно ответить на эти вопросы? Потому что, учитывая, что вы их подняли, наверное, есть неполное понимание того, что сейчас может произойти даже в госточной перспективе. И два комментария. Россия не отказывалась от обязательств. Вопрос в том, каком были эти обязательства. Вот, например, действительно ли в России понимали, что в республике Арцах, после того, когда было подписано 31 октября 2022 года в России очередное трехставление заявления, куда включили Алма-Ансельскую декларацию, что Азербайджан организует техническую чистку в зоне ответственности российских барафорцев. Мне кажется, этого понимать нет. Потому что ни публично не объявлялось, ни эксперты, которые Хайк приглашал сюда, никто об этом не объявлял. А вот по поводу факту сказали, что действительно статус пребывания барафорцев изменился, поэтому мы ничего не смогли сделать. То же самое было в республике Армии. Все жители КАЗа, как говорили, азербайджанские божевые силы по российских барафорам застали. И ничего. То есть вот этой красной линии, она либо нет, либо она отодвинулась, либо она располнилась совсем красной. И у вас было замечательное словосочетание. Потенциал недопонимания. Полностью согласен. И вот здесь есть очень много вопросов относительно этого недопонимания. Потому что двусторонние отношения уже не вакуум не пребывают. У нас есть недопонимание относительно позиции по поставкам оружия Украины. Да, там первая леди поехала, отправила какие-то планшеты, что и многие здесь не приветствуют. Но мы видим, азербайджан поставляет электрогенератор, когда Россия идет по энергетической инфраструктуре Украины. Азербайджан поставляет средства для разминирования, когда Украина проводит контрнаступление. И азербайджан поставляет артиллерийские снаряды. А мы слышим заявление о том, что Российская Федерация проверяет факты того, что было это или нет. Хотя все эти факты давно крутятся. Опять же, относительно потенциала недопонимания. Георганизация нацизового азербайджана. Но то, что отмечались в Росулзаве, то, как сносят памятники советским офицерам солдатам республики Азербайджана, остается без комментариев. Это недопонимание сохраняется. И последнее. Важно отделять элиту от народа. Элита сегодняшней Армении не репрезентативна. Она, которая пришла на выборы в июне 2021 года с повесткой до 20-го рута и шуши, сегодня заявляет о том, что никакого артиллерия в принципе не существует. Что не разделяет большинство населения. То есть здесь нужно отделять готовые не Армении, а здесь еще руководство. Руководство, да, Армении и так далее. То есть здесь все-таки нужно для того, чтобы была идеология, правильная работа на двусторонне. Вот эти вещи, наверное, надо отделять. Спасибо.